В городах и районах края проходит эстафета, посвященная 75-летию освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков. Старт акции был дан 20 декабря в Туапсе, где успешно завершилась первая оборонительная операция, положившая начало освобождению Кубани. Сегодня знамя краевой эстафеты славных дел ветеранов, молодежи и жителей Кубани встречали в Белореченске, в Парке Победы. Войска Северо-Западного фронта овладели городом Майкопом. Развивая наступление на север, 23-й Сыренковый полк под командованием подполковника Казака освободил станицы Белореченскую. Сообщение Совинформбюро, с которого начинается митинг, посвященный освобождению Белореченска, как и десятки лет назад заставляет стихнуть все разговоры. И взрослые дети с волнением вслушиваются в голос, сообщившие когда-то нашим землякам важную новость. Почетные гости мероприятия – делегация из Абширонского района. Они передают знамя краевой эстафеты славных дел ветеранов, молодежи и жителей Кубани, главе Белореченского района Дмитрию Федоренко и председателю районной организации ветеранов Геннадию Рудометову. Ветераны, труженики тыла заслуживают самых теплых слов и самой глубокой признательности. Благодаря вам наше поколение не знает ужаса войны. Низкий поклон вам за стойкость и отвагу, за ваш бессмертный подвиг. Беспримерное мужество и героизм наших сограждан, сражавшихся за свободу и независимость Белореченская, не будут забыты благодарными потомками. Вечная слава павшим и мирного неба над головой всем живущим. Мне бы хотелось напомнить вам, что 15 миллионов рублей это ущерб, который был нанесен нашему Белореченскому району. Уничтожены были колхозы, 5 совхозов, наш железнодорожный узел, аэродром, маслозавод и другие промышленные предприятия. За время Великой Отечественной войны призвано было 10 тысяч наших солдат. Вернулось чуть больше 2,5. На сегодняшний день осталось живых 59 ветеранов Великой Отечественной войны. Годы берут свое и все меньше и меньше свидетелей тех событий, освободителей, защитников нашего города, нашей родной земли. Эти люди живут рядом с нами, мы о них должны вспоминать не только праздничные и памятные дни, помнить о них каждый день и помогать им, потому что они это заслужили. И у меня просто пожелание вот тому молодому поколению, которое находится здесь на площади, пришло попраздновать этот праздник, праздник освобождения. Вы – будущее страны, вы должны заботиться о стране, вы должны быть готовыми исполнять свой долг. Ваша помощь ветеранам всегда в радость. Освобождение Кубани – одно из важнейших событий Великой Отечественной войны, которая ознаменовала завершение битвы за Кавказ. Вместе с радостью оно наполнено и скорбью о погибших земляках. Объявляется минута молчания. Главные участники сегодняшнего митинга – ветераны, вдовы ветеранов, дети войны, труженики тыла. Для них сегодня звучат песни и стихи в исполнении артистов районного дома культуры. В завершении митинга собравшиеся возложили цветы к мемориалу воинской славы. Из сотни красных гвоздик, как символ пролитой крови, украсили подножие вечного огня и гранитные плиты, на которых фамилии тех, кто отдал жизнь за нашу родину. Вера Савельева, Сергей Чернецов. События и люди. Субтитры создавал DimaTorzok